Ведущие российских федеральных каналов буквально каждый день получают новый удар в спину. Не успел известный российский пропагандист Сергей Мардан отойти от злобного припадка, до которого его недавно довел Казахстан, как пришла новая страшная весть. Сербия поддержала Украину. Да-да, вот те самые сербские братушки, на которых российская пропаганда возлагала столько надежд, сделали заявление в поддержку территориальной целостности Украины, а также присоединились к Крымской платформе. Само собой, у россиян это вызвало приступ невыразимых страданий. Значит, премьер-министр Сербии сказал следующее. Белград искренне сожалеет о страданиях Украины и украинского народа. Какой ужас! Представляете, Белград пожалел украинский народ. Это просто коварное предательство России. Ведь всякий нормальный сторонник русского мира не может жалеть украинцев и просто обязан желать им полного уничтожения. Она подчеркнула приверженность соблюдению принципов территориальной целостности. Ну и, так сказать, бантик, бантик. Сербия присоединилась к возглавляемой Украиной платформе по реинтеграции Крыма. Что, Сербия какой-то там союзник России? Правда? Серьезно? То есть до сих пор нам вот эту байку будут рассказывать время от времени? Лучше не надо. Очередной российский людоед прозрел и обнаружил, что еще одна очередная лояльная в недавнем прошлом России страна, которая традиционно была дружественной, которая традиционно хорошо относилась к России и русским, теперь уже брезгует быть союзником России и поддерживает Украину. Ну так, что тут сказать? Вы продолжайте в том же духе, и вами скоро еще и асадским чины нам начнут брезговать. То, что творит Россия в Украине, то, что творит Путин, да в отношении даже не только с Украиной, а в отношении своих же соратников, типа Пригожина, да, оно отталкивает от Путина, в принципе, даже тех, кто, в общем-то, пытался как-то до конца сохранять нейтралитет. Но когда ты видишь, насколько токсичную политику ведет Россия, когда ты видишь и убеждаешься, что Россия управляет маньяки, но не для нормальной страны, которая пытается сохранять какой-то имидж цивилизованной, а Сербия пытается сохранять имидж цивилизованной, все-таки она находится в Европе, какое-либо сотрудничество с вот таким вот режимом, оно по определению невозможно. И, конечно, России будут брезговать, конечно, от России будут дистанцироваться, ну, потому что всему есть предел. Можно было закрывать глаза на аннексию Крыма, на попытку аннексии Донбасса раньше, когда Россия там делала вид, нас там нет, и все играли в эту игру, но когда Россия открыта, совершенно с хохотом и улюлюканем бомбит мирные города, специально намеренно наносит удар по гражданским объектам и мирному населению, ну, тут уже сохранять какой-то нейтралитет и делать вид, что-то не происходит, сами понимаете, уже невозможно. И мне просто вот традиционно хочется спросить, у меня столько непонимания в отношении вот российских патриотов, да, вот тех, кто поддерживает то, что происходит, но вы же видите, что Россия лишается союзников, что даже Сербия, которую в России всегда тоже любили, считали своей, что вот Сербия всегда за Россию, Россия за Сербию, да, ну, видят же эти все люди, что путинская политика, она даже Сербию уже оттолкнула. Все, вот настолько все брезгуют, все понимают, что Россия это нечто отвратительное, да, путинский режим это нечто просто невозможное, с чем нельзя иметь дело. Настолько Россия разрывает вообще все связи, падает ниже дна, отталкивает от себя вообще всех, что совершенно непонятно, как человек, который может быть российским патриотом, может дальше это поддерживать. Но всем очевидно, что Путин, который ввязался в абсолютно безумную, бессмысленную войну, без всякого смысла, которая только ослабляет Россию, только отталкивает от нее союзников, только ухудшает ее имидж, бьет по ее авторитету. Как это можно продолжать поддерживать? Я не понимаю, тем не менее, они продолжают это поддерживать, и реально, видимо, не успокоятся до тех пор, пока в них уже не начнут плевать Ким Чен Ын, Асад, Китай, ну вот когда не доведут Россию до состояния полного такого позорного изгоя, с которым вообще никто не будет иметь никаких дел. Друзья, оставляйте комментарии и лайки к этому видео, это важно, чтобы оно получило больше охват, и обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны.